Его усадьба, вот так смотреть, прям за лесом. Я полгода за ним ухватился. Котик, ты всю рыбу съел? В зеленой шапке к страусам не подходите. А зайдется? Всем привет! Вы на канале Непопсовая Украин. Канале, который открывает Украину с неожиданной стороны. И сегодня второй день пресс-тура по дорогам. Вина и вкуса Киевщины. И это озеро Михаилина. Озеро шикарное. Когда-то оно было замусоренным, загаженным. Но его привели в порядок. И здесь ловят рыбу. Рыбу здесь не выращивают, а именно завозят. Для того, чтобы рыбаки приезжали и ловили ее. Какое здесь количество сортов рыбы, не передать словами. И место шикарное. То есть даже если вы не рыбак, приезжайте сюда. Здесь можно и снять беседку, и домик снять. И просто шикарно отдохнуть. Нас встретил Артем Сартисян. Человек, который как раз и превратил это озеро из заброшенного места. Вместо, приносящее удовольствие людям. Он рассказал интересную историю названия водоема. Михаилина. Слово «Михаил». Озеро нельзя назвать Михаилом. Назвали Михаилом. Это связано с семьей Терещенко. Терещенко Михаил Иванович, леценат, который очень многое взял для Украины. Для Российской империи, для Украины. Поэтому его усадьба, вот как бы так смотреть, прям за лесом до сих пор остался фундамент от усадьбы. В 1972 году наши уважаемые правители загнали туда танки, солдат. Просто раскурочили. Там осталось такое незрачное место. Жители, ближайшие жители назвали это озеро Михаилом. В честь и уважение этому человеку, потому что он очень много занимался помощью, благотворительностью. Очень серьезно занимался леценатством. Владел большими капиталами. Советская власть его арестовала. И его ожидала смертная касть. Но жена францужинка выкупала его за 100 тысяч рублей. Она бриллиант дала советской власти. Оценили 100 тысяч рублей. И так они вывезли его за границу. Женом умудрился развестись с ней, с этой жены. Она вообще жена эту деньги давала. Женился на Норвежске. Ну, в общем, так у него с его женой. Жил долго, 70 лет. Мы занимаемся спортивно-коммерческой рыбалкой. Зарыбливаем каждую неделю. Проходимость у нас достаточно большая, поэтому выращивать нет смысла. У каждого своя работа. Кто-то выращивает рыбу, кто-то просто услуги предоставляет. И ловится у нас вся рыба, которая существует в Украине. Плюс ко всему этому еще канадский осетр у нас есть, так называемый веслонос. То, что для Киевского региона это уникально, у нас есть форель. Вообще-то форель очень капризная. И карповая рыба тоже здесь присутствует. Сон, судак, щука, окунь, карась, белый амур, толстолок. В основном это отдых на природе, связанный с рыбалкой. Здесь беседки расположены по всей территории. Есть один домик, пока он один в лесу. Полный, полная готовность домика. Это гостиничный, двухместный, двухкомнатный домик. Мы устраиваем соревнования, пикник, проведение корпоративных отдыхов, мастер-класс. Вот такие вещи. Денис. Денис инструктор. Не только инструктор, он и чемпион. Наша в большинстве своем женская компания удивила рыбаков. А меня удивило, сколько всего нужно рыбаку для рыбалки. Вот богатство, я вижу, да? Вот так вот. Я в этом не разбираюсь, но вижу, что это стоит очень много денег. И спиннинги у вас прямо. Покажу рыбакам, будут облизываться. Нам объяснили азы рыбалки. Хотя сами рыбы и не наловили, мы не расстроились, а пошли заниматься более понятным нам делом. У нас есть маленький ресторанчик, который находится. Есть магазин здесь, маленький тоже. Там рыболовные снасти, плюс какие-то сладости, чай, кофе. Здесь у нас полноценная кухня. Кухня основывается на рыбе. В основном на рыбе у нас очень уникальный повар. Я полгода за ним укатился. Я вытащил его с очень серьезного, крупного ресторана, шеф-повара вот там. Я привез сюда. Сейчас люди просто от этого балдеют. Он сам рыбак, это тоже нас соединило. Поэтому получился уникальный такой симбиоз. Вот этот кот ест рыбу, сразу видно. Котик, ты всю рыбу съел? Скажи, чуть-чуть вам оставил, да, котик? Здравствуйте. Мы пришли. Я вас запрошу. Дякую. Нас встретил шеф-повар Сергей Морозов. Сам ресторанчик совсем небольшой, но очень интересный. Рыбная тематика всюду, куда ни кинешь взгляд. А светильники сделаны из действующих приспособлений для рыбалки. Обидно вам приготовили, я приготовил. Это филе судака, рыба, которая у нас водится в водойме, на подушке с топинамбура, картопли и чеснеку, с соусом и с цебулей парей. Продукты все, которые мы использовали от наших соседей. Тут есть ферберские хозяйства, там через дорогу есть. Ну, все натуральные, качественные. Рецепт старый. Дознался от местных жителей. К самогону может любой человек относиться по-разному. Хотя бы для того, чтобы понять, попробуйте. И посмотрите. Вот это у меня растет во дворе, это у меня растет во дворе. Кизил и айва. Вкусие и последствия шикарные. Я могу так сказать, как мужчина. За последствия шикарные. Искал долго участок для построения дома своего. Вот я приехал сюда, чем это место мне продвекло? Здесь какая-то положительная аура есть. Мало того, и люди говорят об этом, не я. Я столько имел предложений, но я пришел над озером и так встал. Я говорю, я буду здесь жить. Вот ни с того, ни с чего. Я даже не спрашивал, сколько это стоит. Это тот мотив души, когда ты считаешь, что правильно, независимо от цены денег. Сказали, цену я рассчитался, дал и построил вот здесь мой дом. Сразу было забыто. Озеро изначально в 2002 году было взято, будем говорить так, перекуплено с аренды. То есть тут был властник, я с ним договорился, дал деньги, забрал это озеро. Здесь очень было сильно запущено. Могу сказать, в селе здесь есть еще четыре озера, но туда никто не ходит отдыхать. Местные все, вот тут вечером, субботу, воскресенье, просто коляски, дети, все семьи здесь лежащие. Потому что там не ухожено, не убрано, там такие номинальные властники есть, но они ничего там не делают. И грязные, и не убранные, и все остальное. Ну, первая задача, которую мы поставили, чтобы здесь было чисто. Вторую задачу поставили, чтобы привлечь клиента, если мы хотим получить какую-то прибыль. Потому что содержать все это не так было легко, особенно сейчас цены поднялись, аренды и все остальное. Поэтому такая идея возникла, и я этой идеей до сих пор живу. Мало того, что это приносит моральное удовлетворение, еще и финансово. Почему? Это называется счастье, когда и деньги приносят, и еще я очень радуюсь этому душу общения. Здесь процентов 80 постоянных клиентов, которые мы знаем, на ком женат, разведен, не разведен, что пьет, что есть, какие его интересы. Это коллектив, вы понимаете, это сообщество, сообщество рыбаку, с которым общаемся. Я совсем не рыбачка, но само озеро и ресторанчик меня покорили, так что приеду сюда еще не раз. А наша группа выдвинулась в Ясногородку. Ферма Долина Страусов существует с 2001 года. Я была здесь очень давно, наверное, лет 8 назад, и меня приятно удивили произошедшие тут изменения. Ферма разрослась и стала семейным экопарком Ясногородка. Раньше здесь была небольшая корчма, где можно было поесть блюда из страусиных мяса и яиц. А в этом году открыли современный двухэтажный ресторан, и к нему мы обязательно вернемся позже. Еще здесь недавно построили шикарный банкетный зал. Магазин с симпатичными яйцами-гигантами перед ним. Кстати, не зря они разрисованные. При желании можно заказать мастер-класс по росписи страусиных яиц. Одно страусиное яйцо это 25-30 куриных. Яйца страусов не варят, потому что получается довольно резиновый результат. А просверливают и выдувают содержимое, из которого получаются отличные омлеты. К страусам не советую подходить слишком близко. Они птицы не особенно умные и хватают все, до чего дотянутся. Из моего собственного опыта в зеленой шапке к страусам не подходите, потому что они целятся. Они у меня сперли шапку, я ее спасла героически. На территории экопарка есть небольшой зоопарк. А с 11 декабря открылась резиденция Санта-Клауса и магический подвальчик эльфа. Даже настоящих северных оленей завезли по такому поводу. Видео снималось за неделю до открытия, поэтому мы сами себе были Санта-Клаусами. Санта-Клаусами И вот мы возвращаемся к ресторану-ферма, чтобы не только поесть блюд из страуса, но и продегустировать местные вина. Да, в экопарке есть виноградник, из винограда которого производят вино Vine Idea. В винном погребе хранятся бутылки вина разных лет. Поскольку у нас была запланирована презентация проекта «Дороги вина и вкуса Киевщины», мы продегустировали не только блюда из страусов, но и сырых крафтовой сыроварни Сыроман и вино винодельни Григория Кулиниченко. Честно скажу, что сняла я только оливье со страусятиной, страусиный паштет и равиоли. Потом пошла серьезная дегустация винтов, так что долму, страусиные медальоны и омлет я снять забыла. Но поверьте, это было очень вкусно. Шеф-повару аплодисменты. Дело в том, что не каждый может приготовить страусиное мясо так, чтобы оно было не просто съедобно, но и вкусно. Ведь страусы – птицы нежирные и жесткие. Но в ресторане-ферме страусятина не жестче телятины. Но вина сделали свое коварное дело, так что шикарных медальонов вы не увидите. Приедьте и попробуйте сами. Следующий маршрут «Дорог вина и вкуса Киевщины» обещают презентовать ближе к весне. А пока ставьте лайк этому видео, смотрите видео о маршруте на Яготинском направлении, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик, чтобы YouTube сообщал вам о новых видео на моем канале. До встречи, друзья! Впереди много интересного!